Добрый вечер. Это программа «Экспертное мнение». Для вас работают Светлана Мартынюк и Ирина Руснак. Сегодня утром добраться в школу и на работу было очень тяжело. Все, что вчера растаяло, ночью замерзло. В итоге утром тротуары и улицы превратились в сплошной каток. Дойти даже до остановки – это уже была целая проблема. На улице Террасполя вышла наша коллега Наталья Ткачук. Сейчас она с нами на связи. Наташа, ты проехала Террасполь по основным улицам. Как сейчас ситуация на дорогах? Добрый день. Мы сейчас проехали по Террасполю, посмотрели все самые часто посещаемые, часто проезжаемые районы. Наверное, все знают. Это Бородинка, Правда, Мечниковый, конечно, центр города. И, собственно говоря, мы увидели, что на улицах города почти настоящий снежный коллапс. То есть, что у нас происходило эти дни. Еще вчера и позавчера мы все слышали, как шел дождь, капало все, к вечеру таяло, а к утру, естественно, был мороз и все подморозило. Но, если говорить, что происходит на самих дорогах, то, конечно, центральные дороги, въезды, подъемы, мосты – все расчищено. Но в большей степени, конечно, это делают сами машины, потому что начинают ездить уже с утра и дороги расчищаются под колесами. А сейчас коммунальщики где-то чистят, где-то работают? Хотим развеять миф людей, которые говорят, что коммунальщики не выходят в город. Нет, коммунальщики выходят в город, но их просто не видят. Дело в том, что дорожные службы и трактора, машины, которые чистят дороги наши в Тирасполе, они выходят работать ночью. То есть расчищают и посыпают песком и солью еще в ночное время, чтобы утром, когда уже в 6 утра машины разъезжались, дороги были чистыми. Так что основные дороги, и сегодня говорили об этом и водители, и даже пешеходы, уже были чистыми. Но, конечно, о тротуарах речь немножко другая. Да, вот ты говоришь, что с тротуарами ситуация сложнее. Ну, вот каждый, да, сегодня добирался на работу и видел, что часто на обочинах у тротуаров целые глыбы ледяные были, ну, не знаю, ну, больше 20 сантиметров так точно. А по-твоему, да, по твоей оценке, где самые сложные участки в городе? Коммунальщики сначала убирают центр города, да, посыпают тротуары, остановки, самые проходимые места по тем районам города, где чаще всего ходят люди. Поэтому вот сейчас мы находимся во дворе, это самый центр города, район Орхидея. Мы вот специально прошли по дворам, прошли по центральным тротуарам, и что мы увидели? Что тротуары, где чаще всего ходят люди, подходы к магазинам, к школам, поликлиникам, они расчищены. Но немножко, конечно, свернуть во дворы, здесь ситуация другая. Тот лед и та наледь, которая была, она тает, к утру подмерзает, и посыпать просто физически, коммунальщики говорят, они не успевают. Чтобы посыпать все и сразу, нужен, наверное, самолет, который бы посыпал весь город одновременно. Но так, к сожалению, произойти не может. Наташа, дворников ты сегодня видела, которые должны чистить те самые тротуары? Дело в том, что сегодня как раз у нас среда, а это выходной день у дворников. Да, дворники тоже имеют выходные, потому что каждый день они выходят еще совсем рано, это 6-7 часов утра. И вот сегодня как раз дворников не было, некоторые люди, конечно, этим возмущались фактом, что почему не посыпают, да, мы выходим, сразу падаем. Но, как ни странно, посыпанные дорожки, тротуары были еще со вчерашнего дня. И просто дело в том, что сейчас происходит что? Так называемый песчано-ледяной пирог. То есть посыпаем утром, днем все тает, вода замерзает, к вечеру ситуация повторяется. И таких слоев происходит несколько. И вот представьте себе, один дворник, у которого в его, собственно сказать, километраж уборки, да, это несколько больших домов, несколько дворов, даже несколько центральных площадь, они должны сами вручную бить этот лед. Естественно, они стараются сделать это там, где чаще всего ходят люди. Поэтому в дворах ситуация вот такая немножко не очень благоприятная, но тем не менее, тем не менее, предваряя ваш вопрос о том, а что же сами люди, да, наверное, вы хотели спросить, сегодня нам люди говорили о том, что, ребята, давайте не ждать коммунальщиков, а подключаться самим. И мы вот встретили двух пожилых дам в весьма преклонном возрасте, которые говорили о том, что они сами с утра выходят с ведром песка, посыпают дорожки, посыпают проходы и не ждут, пока дворники сделают это за них. И себе облегчили задачу, и помогли другим людям. А это где, в каком районе живут такие сознательные пенсионеры у нас? Вот как раз мы в этом дворе, где мы встретили этих двух пожилых женщин, это улица Восстания, вот рядышком Орхидея, Клинцовский рынок, и вот вся центральная часть, здесь очень такие сознательные люди, две пожилые дамы, две пенсионерки, они рассказали о том, что вот буквально от нас стоит песок, да, его, видимо, принесли коммунальщики, дворники, он прикрыт специальной пленочкой, и оттуда можно брать, и, пожалуйста, посыпайте себе дворы. Если не успели посыпать дворники, можно сделать это самим. И поэтому давайте кинем такой флешмоб. Тираспольчане, подключайтесь к уборке города сами и помогайте дворникам. Да, мы как раз хотели спросить этот вопрос. Мы знаем, да, что в России там коммунальщики призывают людей выйти им на помощь, а тут у нас в Тирасполе инициатива пошла снизу, нашлись сознательные бабушки и позвали людей, да, присоединиться и помочь коммунальщикам. Наташа, вот еще интересно, да, писали ли, ты поговорила с людьми и рассказали ли они тебе, где у нас в Тирасполе, да, такие самые сложные участки, касаемо не тротуаров, а именно, да, остановки. Дорог, да, основных. Есть такие? Ну, вы знаете, самые вот такие топ, как бы, плохих мест, и там, где невозможно добраться, как таковых, они появляются каждый день новые, потому что, понятное дело, что лед и снег может скапливаться возле каждой остановки, разбить все сразу и одновременно коммунальные службы не могут, но какая большая проблема есть в Тирасполе. И о чем говорили сегодня и коммунальщики, мы с ними разговаривали, и сами люди, это припаркованные во дворах машины. Вот мы сейчас находимся во дворе, и рядом с нами находятся автомобили, которые, вот даже на первый взгляд, находятся здесь не первый день. Подойти, подъехать специальной технике, тракторам или каким-то спецмашинам очень проблематично, это то, о чем говорят люди. То есть, подойти и посыпать транспортом невозможно из-за припаркованных машин. Ага, я правильно понимаю, что во дворах в основном не почищено как раз из-за самих жильцов, да, которые не убрали машины и паркуют их прямо под подъездом, да, им все равно на окружающую обстановку, и поэтому техника не может зайти во дворы. В том числе, в том числе. Поэтому дворники, смотрите, дворники у нас есть в двух организациях. Это, да, управляющая компания и спецавтохозяйство. Вот они как раз посыпают это все вручную, но представьте себе, они посыпают тротуары, они посыпают остановки, какие-то проходы сложные, скользкие. Посыпать саму дорогу, это просто физически невозможно. Здесь нужен небольшой трактор. Небольшому трактору проехать очень проблематично, потому что если, или какая-то спецтехника будет приезжать и, не дай бог, повредит машину, это, конечно, потом судебные тяжбы. Сколько ни проси, горожан, убирайте или паркуйте хотя бы, да, чуть-чуть дальше от дороги машины, это вечная проблема горожан, поэтому сегодня нас просили и коммунальные службы, даже сами горожане обратиться к тем, кто оставляет машины. Пожалуйста, убирайте их хотя бы вечером в места, где с утра могут убирать коммунальную технику. Да, вот мы, кстати, сделали, да, не один сюжет про эти автоподснежники, из-за которых техника не может расчищать улицы. Да, особенно по основным магистралям, да, 25 октября. Когда-то, да, там было очень много машин припаркованных. Как сейчас ситуация изменилась? Как-то уже легче техники пройти? Услышали люди этот призыв убрать свои машины? Да, вот, коллеги, как раз мы специально проехали, наверное, по самой наболевшей нашей дороге. Наверное, все знают улица Федько, там, где ходит маршрутка десятка, новая добетонная дорога, там всегда очень много припаркованных машин. Там рядом школа, рядом поликлиника. Мы специально проехали. И что мы увидели? Как правильно сказали, снежные навалы все так же сохранились. Там, где в силу погоды они растаяли, естественно, они ушли. Но машины видно даже по колесам, видно по шапке снега и каких-то ледяных глыб, что как стояли несколько дней назад, так они и продолжают стоять. Вот, судя по прогнозу, гололедица никуда не уходит. И вот эти скачки температуры нас ждут и дальше. То плюс, то минус. То есть будет опять то замерзать, то обратно днем таять. Да, вот, Наташа, на такую погоду, да, когда длительное время сохраняется гололедица. У коммунальщиков есть какой-то план? Они что будут делать? Будут как-то сбивать эту наледь или будем ждать? Нам остается ждать, да, пока это все растает? Нет, у коммунальщиков всегда есть план действий, да, даже на случай самых тяжелых снежных заносов. Естественно, на каждую погоду у них свой план действий. Вот сейчас то, что происходит, естественно, тратить в пустую силу и заставлять, например, дворников рубить этот лед каждый день, это бессмысленно. Потому что, как правильно вы заметили, погода такая сохранится еще неделю. То есть вот этот ледяной пирог с песком, он будет еще как минимум неделю у нас на дорогах. Поэтому сейчас то, что можно, посыпают ночью, это дороги, там, где ездят машины, с утра посыпают дворники, а их, представьте, у нас несколько сотен человек, они посыпают все остановки, все проходы, все это делается вручную. Если не есть необходимость, они проходят второй раз. А уже когда прогноз будет благоприятный, плюсовая температура, тогда все эти снежные наледи, которые растают, будут счищать спецтехникой. Сейчас работает вся коммунальная техника. Часть ночью, часть выходит в город утром. Поэтому, если вы их не видите, это не означает, что они не работают. Они все время в городе. Спасибо. С улиц Террасполя на связи была наша коллега Наталья Ткачук. Ну а мы продолжаем разговор. Нас снова ждут скользкие улицы. То, что сегодня днем немного растаяло, ночью опять замерзнет. В пятницу опять ждет нас похолодание. И все это только укрепит лед на дорогах и тротуарах. В травмпунктах уже который день аншлаг. С нами на связи сейчас травматолог РКБ Вячеслав Величко. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем, да, что действительно в травмпунктах сейчас напряженная обстановка. Вот вы к нам вышли буквально с операционной 10 минут назад. И вот вы сейчас с нами на связь. А расскажите, как проходит ваше дежурство? В связи с погодой и условиями количество обращений в республиканский травмпункт, а именно в травмпункте Располя, увеличилось в разы. Если говорить за последние 5 дней, то количество обращений составляет 184 пациента. Это много считается? Ну если поделить это количество на последние 5 дней, то среднее обращаемость составляет 36 человек. Для вас, для врачей, такое количество людей поступающих, что значит? Как вы работаете? Есть у вас хоть минута свободы? Для нас это значит больше работы. У нас дежурят всегда бригады посуточно. В травмпункте есть еще дежурные доктора, которые работают в отделении, которые принимают пациентов, которых необходимо госпитализировать под наблюдение для оперативного лечения. Вячеслав, ну вот как часто поступают сейчас в травмпункт пострадавшие с какими-то переломами? То есть вас вызывают туда в травмпункт с какой частотой? Тяжело сказать с какой частотой, потому что часы обращения достаточно различаются. Это может быть утро, это может быть вечер. Из травм это бывают и переломы, но чаще всего это растяжение и ушибы. Да, вот как раз хотели спросить, какой сейчас в эти дни топ самых основных травм, которые получают люди? Можете тройку назвать, да, то, что сейчас самое частое у пострадавших? Это ушибы верхних и нижних конечностей, если говорить из переломов, это переломы дистального метапифиза лучевых костей и это переломы в области греностопного сустава, а именно переломы лодыжек. То есть вот лучевые это вот, да, рука и ноги, да, ломают чаще всего. Понятно, но вот вы сказали, утром и вечером, да, действительно есть какой-то пик. Вы можете по своей работе судить о том, чаще падают до утром, когда спешат на работу или по своим делам, или все-таки вечером, когда уже темно и не видно, куда ты наступаешь? А частота обращения одинаковая как с утра, так и с вечером. Связано это, скорее всего, с тем, что людям надо с утра идти на работу, а вечером с этой работы им необходимо возвращаться домой. Ну а вот среди тех, кто обращается, в основном какая категория? Мы знаем, да, что все-таки наши бабушки, дедушки, ну, хоть несмотря на все предупреждения родственников, не сидят дома, все, им нужно куда-то выйти. Причем пораньше с утра, да, когда еще все замерзшее, улицы еще такие скользкие. Кто сейчас попадает вот чаще всего к вам? Особой закономерности в возрастном диапазоне как таковой нет. То есть обращаются как люди молодого возраста, так и пожилого. Единственное, люди пожилого возраста подвержены ввиду возрастного остеопороза большому риску образования переломов при падении. А вот ваша рекомендация, да, как врача, вот бабушкам, дедушкам, а дайте совет, когда им лучше из дома выходить? Не в самую рань, да, как они привыкли? Ну, если нет острой необходимости, да, там, если не назначено в поликлинике. Самое безопасное. Лучше всего это сделать, когда имеется небольшой плюс на улице, то бишь гололедица немного пройдет, и то это в случае высокой необходимости. И если это необходимо сделать с утра, либо поздним вечером, лучше попросить кого-то из родственников, из друзей, из соседей помочь в этом, либо сопроводить. Ну, давайте объясним, почему вообще мы об этом говорим. Вот вы как врач, чтобы вы дали понять нашим пожилым родственникам, да, родителям, чего это может им стоить, да, если для молодого человека переломы это, ну, два месяца ты обездвижен, или два месяца ты не можешь, там, да, правой рукой писать, работать за компьютером. Что для пожилых людей может означать это падение? Насколько это опасно? Госпитализация, да, что может быть еще более серьезное для вот людей в возрасте? Ну, опять же, если вы идете в переломах, то переломы бывают разные. Это могут быть переломы как на месяц, могут быть переломы на несколько месяцев, на два, на три месяца, на большее время. Самое опасное для пожилых людей – это переломы, соответственно, шейки бедра. Вот это основное, чего им стоит бояться. И что это значит? Вот, то есть, перелом шейки бедра – это операция, или это вот что? Может быть, он ходить не будет, этот человек? Ну, это, в первую очередь, реабилитация, это иммобилизация гипсовая некоторое время. То есть, это, в первую очередь, приковывание к кровати на некоторое время. Вот это им стоит бояться, в основном. То есть, можешь выйти за хлебом и очутиться на больничной койке на несколько месяцев. Вот, Вячеслав, да, еще интересная история, да, вот этих людей, которые к вам попадают. Вы принимаете пострадавших. Расскажите историю этих переломов. Что они говорят? Куда шли люди, зачем они вышли на улицу? Шел в магазин, упал, или шел на рынок, упал, или просто вышел из подъезда и упал? Да, ситуации бывают разные. Все, что вы перечислили. Кто-то пошел на рынок, кто-то пошел в магазин, кто-то шел по дороге на работу, кто-то выходил с маршрутки, встал в лед, поскользнулся и упал. Ситуации бывают абсолютно разные. А как вот, есть какие-то истории самых неудачных падений, я не знаю, может быть, глупых, да, которые у нас вот шутят, да, могли бы претендовать на премию Дарвина, да, что вот вышел из подъезда, шага не сделал, и вот ты уже на больничной койке. Есть что-то такое, что вот, ну, нелепо казалось бы, да, упасть так обидно? Ну, так сразу вспомнить я не смогу, и... Ну, в основном нет. Это падения, связанные с тем, что не увидел, возможно, где-то снегом припорошило лед, вот где-то был невнимательный, посмотрел куда-то вверх в таком плане. А вот люди, кстати, которые, да, пострадавшие, они сами себя не ругают? Вот, вот зачем я вышел? Говорили же мне, не иди, скользко. Вот я все равно пошел. Как они сами себя... Люди бывают разные, в том числе и такие, которые сами себя ругают. Как важно быстро оказать помощь в таком случае вот при падении. У нас есть история, да, которую нам рассказали сегодня, что вот женщина упала недалеко от своего дома, подскользнулась, да, на улице. Прямо возле подъезда. Да, и упала, встать она уже не смогла. Причем по ее ощущениям было, что вот, ну вот, уже все, умираю, так плохо, так больно. Она не понимала, да, что конкретно сломалось, но поняла, что она обездвижена. И мимо нее прошло несколько человек. И только, кажется, четвертый или пятый, да, по счету, кто вообще подошел и спросил, что случилось, и вызвал скорую, и помог уже дальше, дождался врачей. Скажите, как важно, сколько времени, да, есть вот, чтобы доехать в больницу? Вот насколько может быть эта ситуация экстренная? И вот обратиться, да, к людям, вот, наверное, чтобы вы, как врачи, это сказали, насколько важно не проходить мимо тех, кто, если бы увидели, что что-то такое происходит, какое-то ЧП на улице? Ну, опять же, ситуации, переломы бывают разные. И если вы не знаете, как оказывать первую медицинскую помощь, как иммобилизировать конечность для транспортировки больного, то лучше этого и не делать. Лучше самое простое – это вызвать скорую медицинскую помощь, объяснить ситуацию, и для того, чтобы она приехала и оказала уже квалифицированную медицинскую помощь на месте. А вы не думаете, что вот те, кто прошли мимо, они как раз подумали, да чем я помогу, я сейчас, наверное, только вред нанесу и иду мимо, потому что я все равно эти шину не умею накладывать. Ну, скорую помощь можно же было вызвать. То есть, мимо нельзя проходить. Кстати, здесь, наверное, речь о том, да, что нельзя вот оставаться настолько равнодушными. Ситуации бывают абсолютно разные, и вот поскользнуться, упасть может абсолютно любой человек. Никто не застрахован, да, что сегодня ты идешь, завтра ты упал, и к тебе вот так же никто не подойдет. И еще вот момент, да, судя по тем цифрам, которые вы назвали, да, там почти 200 человек за вот 5 дней к вам поступили, умеют ли наши люди падать, и как это нужно делать правильно? Ну, если эти люди обратились в тропунт, то я могу сказать, что падать они не умеют. Те люди, которые умеют падать, они в тропунт не обращаются. Как это делать правильно? Ну, основное, что можно сказать, это пытаться свести к минимуму это отведенные в сторону конечностей, как верхние, так и нижние, чтобы на них не падать, на отведенную руку и так дальше. Попытаться в падении как-то сгруппироваться для того, чтобы минимизировать риск переломов. Смотрите, я наоборот слышала совет, что не держите руки в карманах, а идите как пингвинчик, потому что при падении вы хотя бы сможете равновесие удержать. Правильно это совет? Или все-таки лучше как-то вот, да, сжаться и, не знаю, можно держать руки в карманах, когда ты идешь по скользкой улице? Ну, руки в карманах желательно не держать, но и отводить их тоже нежелательно в сторону. То есть мы говорим про сам момент падения. Когда человек падает, в идеале сгруппироваться для того, чтобы на отведенную, допустим, верхнюю конечность не упасть. Потому что это может привести как к перелому, так и к вывиху. А у вас, как у врачей и травматологов, может, есть какие-то полезные советы, да, лайфхаки? И как все-таки вообще не падать? Или если ты не хочешь упасть, то сиди дома в такую погоду? Ну, приковать человека к своим, скажем так, стенам тоже не очень правильно. Если возникла необходимость выйти на улицу, это необходимо делать хотя бы специальной обуви, которая обладает противоскользящим эффектом. Спасибо большое. С нами на связи был травматолог Республиканской клинической больницы Вячеслав Величко. На Приднестровских пляжах готовятся к крещенским купаниям. Устанавливают купели, работают там и спасатели. В Слободеи на берегу Днестра работает и наш корреспондент, журналист ТСВ Дарья Булига. Она сейчас с нами на связи. Даша, привет. Ты до эфира нам рассказала, что спасатели будут работать около получаса, она находится в воде, и мы успеем их там еще застать. И в кадре они точно появятся. Появятся. Но никого рядом с тобой нет. Почему? Где спасатели? И вообще, как это все прошло? Изначально, когда мы увидели, что спасатели приехали, из машины вышел водолаз. Прежде чем надеть свой термокостюм, ему нужно было себя облить теплой водой, также и костюм, чтобы было его легче надеть. Раньше люди обмазывались гусиным жиром, чтобы с легкостью натянуть себя костюм, а сейчас это делают с помощью воды. Перчатки, ноги, руки, все было закрыто, кроме лица. Получается, только лицо и почувствовала температуру воды, насколько она холодная. А так, примерно на градус 2, все было хорошо. Ну, а ты сама, как репортер, проверила воду? Холодная? Водичку я трогать немножечко боюсь, потому что крутой спуск у берега, и я боюсь упасть в воду. Ну, а я так понимаю по температуре, что она прохладная. А, Даша, ну ты сегодня, да, наблюдала за этим погружением. Как по твоим ощущениям? Холодно было водолазу? Подобал ли он вид? Дрожал, я не знаю. Гидрокостюм у водолаза утепленный, и холода он так такового не почувствовал, кроме, вот как я уже раньше сказала, лица, которое было не защищено, то есть только лицо было открыто. А так все тело было в гидрокостюме, в перчатках, поэтому холодно ему не было. Да, и плюс практика, все-таки уже 6 лет человек работает водолазом и обследует дно реки. А, Даша, ну вот мы видим, да, что к тебе присоединился спасатель. Расскажи нам, какую работу они проводят, да, накануне крещения, что делают? И представь, кто рядом с тобой. Рядом со мной сейчас сотрудник инспекции речного транспорта. Мы сегодня видели своими глазами, как водолаз обследовал дно. Ну вот вопрос в адрес специалиста. Что, как правило, находят водолазы, когда проверяют дно реки? Ну, как правило, обследование проходит порядка полутора часов. Обследуется площадь примерно 180 квадратных метров. Обследуется на предмет либо отсутствия, либо наличия коряк, посторонних каких бы предметов, стекла, что может, не дай бог, принести вред нашим гражданам. При обследовании, допустим, сегодняшнего пляжа из доклада нашего водолаза следует то, что дно чистое, без каких-либо посторонних предметов, то есть безопасно для установки купелей и для нахождения граждан в воде. Ну вот вчера наша съемочная работала на берегу в Бендерах. Там спасатели рассказали, что иногда находят какие-то необычные предметы. Неожиданные вещи. Вот был даже случай, что вытащили нижнее белье. Наверное, они предположили, что это то, кто потерял в прошлом году на прошлое крещение. А в вашей практике были какие-то необычные, кроме бутылок и коряк, какие-то еще вещи? Подводные находки. Да, как рассказали вам ваши коллеги, либо это нижнее белье, либо, я знаю, предметы украшения, что очень редко. Как правило, это коряги, осколки стекла. То есть какие-то недобросовестные отдыхающие, которые, я знаю, бросают бутылки в воду. Либо тот мусор, который стекается сверху по течению. Вот это основное такое из предметов, что можно обнаружить на дне. Ну, а еще сегодня водолазы сказали, что именно этот берег считается самым чистым в Слободеи. Мы знаем, да, что на сам праздник крещения многие приходят не только 19-го, да и 18-го вечера в сам праздник и потом еще 20-го. А вот интересно, с какого момента спасатели начнут дежурить на Слободейском пляже? Да, наши сотрудники начнут нести службу с завтрашнего дня, с 18-го числа. Посменно будет организована служба вплоть до 19-го числа, до, так скажем, последнего человека, изъявившего окунуться в воду. Вот насколько я знаю, на Слободейском пляже есть своя особенность. Там берег пологий, поэтому там не могут установить купель, для того, чтобы нет глубины той достаточной. Поэтому, как правило, медленно входят в воду. Мне интересно, как водолаз сегодня это делал? Как он заходил? Так сложнее, да, медленно заходить. От этого еще холоднее, кажется. Легче так раз-два окунулся быстренько. На глубину нырнуть и... И вы нырнуть. Правда ведь? Вы правы. Да, действительно, обыденному гражданину тяжело зайти в воду, так скажем, неподготовленному человеку. Нашей группе водолазов ничего, так скажем, необычного нету, потому как это их работа. Температура воды для них – это рабочая температура, так как они находятся в специализированном снаряжении. Пляж, да, действительно имеет свои особенности тем, что обычно он пологий, но так как на сегодняшний день происходит сброс воды, и вода поднята, поэтому сейчас глубина довольно-таки большая. Но, тем не менее, для водолаза это не составило труда, чтобы полноценно и качественно его обследовать. Бывали ли на вашей памяти несчастные случаи, которые происходили во время крещенских купаний? Как правило, исходя из практики, принесение службы сотрудники всем тем, кому необходима помощь, оказывают тут же поддержку. Ну, какая требовалась помощь? Помочь выйти, я знаю, из купели, либо просто поддержать. Более какой-то серьезной помощи, как правило, не оказывалось, так как люди по практике лет идут не первый раз. Есть и та категория граждан, которые все-таки идут первый раз произвести омовение. Но, тем не менее, наши спасатели всегда на чеку находятся. И данное мероприятие происходило всегда на должном уровне. Ну, то есть все хорошо, сердце ни у кого от резкого перепада температуры не прихватывало, переохлаждений не было резких, да? Нет, слава богу, несчастных случаев не было. Спасибо за этот разговор. С нами на связи была журналист ТСВ Дарья Булига. Ну, а это было экспертное мнение. Не переключайтесь сразу после нас. Новости на ТСВ, все самые важные события этого дня в материалах наших коллег. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова